Приветствую гостей и подписчиков канала Цойкино, как это было на самом деле. Сегодня мы поговорим о том, с каких исходников, если так можно выразиться, издавались в свое время и издаются сейчас альбомы группы Кино. Мы поговорим и про Машину Рекордс, и про Мороз Рекордс, естественно. Ну и, конечно, затронем различные виниловые издания, как наши, так и западные. Но прежде чем мы начнем, я хочу показать подарок, который мне сегодня пришел. Мой друг Сергей Саор из Новосибирска сходил в гости к известному музыканту Саше Чиркину и, в общем-то, взял для меня автограф, не только для меня, но также для моей тетки и для одной девочки, которая очень часто помогает мне при работе над созданием моих выпусков. Я думаю, вам не нужно объяснять, кто такой Александр Чиркин, я думаю, все вы прекрасно знаете этого человека. Все, кто интересуется не только группой Кино, но и другими известными музыкальными группами. Вот, например, на этой фотографии музыкальный коллектив под названием Кайф. А те, кто в теме, знают, что это первая группа Егора Летова. Вот здесь, кстати, Егор Летов на бас-гитаре, Александр Чиркин поет, а это гитарист Селиванов, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. Егора Летова есть такая строчка. Гитарист Селиванов удалился шарфом, если я не ошибаюсь. Поехали! И начнем мы с вами со знаменитого лейбла «Мороз Рекордс», основанного в 1992 году коммерсантом Александром Морозовым. Очень многие ругают эту фирму, о них часто можно услышать, что они там накрутили не тот звук, убили запись компрессорами и прочее, прочее, прочее. Да я и сам в своих обзорах на продукции этого лейбла очень часто говорю о недостатках конкретной записи. Но заметьте, что я это говорю лишь в рамках конкретного обзора, а вовсе не пытаясь втоптать в грязь то, что они в свое время издавали. У каждого издания, естественно, есть как свои плюсы, так и свои минусы. Очень многие ругают «Мороз Рекордс» за качество их продукции, забывая или попросту не зная о том, как там на самом деле обстояли дела, и с записями какого качества им порой приходилось работать. Начнем с того, что когда вдруг встал вопрос об издании полной дискографии группы кино, то, естественно, понадобились сами записи. А качество готового продукта напрямую зависит от качества предоставленного материала. По воспоминаниям звукорежиссера ремастеринга Евгения Гопеева, Марьяна Цой собрала в коробку все имеющиеся у нее дома записи и принесла ее в студию. Никто тогда не стал заморачиваться поиском качественных копий для «Мороза». Попросту говоря, что Гопеева принесли, с тем он и работал. Андрей Владимирович Тропилов в те времена за оригинал альбомов «45. Начальник Камчатки и Ночь», которые ныне лежат на помойке, запросил баснословные деньги. Ну и, конечно, был по-своему прав. Альбома «45. Начальник Камчатки» в итоге издали с очень плохих копий, с тех самых затертых кассет, наспех найденных Марьяной. Альбом «Ночь» хоть и издали с очень хорошей копией, записанной на 38-й скорости, но вот эта копия, которая в свое время хранилась на фирме «Мелодия», была в укороченном варианте. Там, например, отсутствовала пауза в середине песни «Жизнь в стеклах витрин» и финал песни «Мы хотим танцевать». В итоге Гопеев, зная о том, что у Антропа есть оригинал этих альбомов, отказался от их мастеринга. Занимался же реставрацией альбомов «45. Начальник Камчатки» Андрей Соколов. Что же касаемо альбомов, записанных в студии Иншила, то так как оригинал альбома «46. Был утерян», то издали этот альбом с какой-то затертой лентой. А вот альбом «Это не любовь» хоть издали и не с оригинала, но все-таки с первой копией. Правда, вероятнее всего записанной не на 38-й, а на 19-й скорости. Единственная запись, которую издавали с оригинала, это незаконченный альбом «Любовь – это не шутка», а также саундтрек для фильма «Конец каникул». Но там все-таки еще есть один такой нюанс. Об этом я буду говорить в самом конце выпуска. Что касаемо альбома «Любовь – это не шутка». Самое интересное, что последние записи кино, такие как «Группа Крови», «Звезда по имени Солнце», «Последний герой и Черный альбом» издавали попросту-напросто с западных компакт-дисков. То есть их использовали в качестве источника. С одной стороны, конечно, в этом нет ничего плохого, потому что для издания группы «Крови» американцы использовали оригинальную ленту. Так же, как и для «Звезды по имени Солнце». Но и здесь тоже есть один очень важный нюанс. О нем я буду тоже говорить в самом конце. А вот «Черный альбом» и сборник «Последний герой» изначально сводили в цифру. А потому на ранних CD-изданиях они приставлены один в один в максимальном качестве. И выжать из них что-то большее просто невозможно. Все вы должны прекрасно понимать, что предоставленные Морозу записи в большинстве своем нуждались в глубокой реставрации. С одной стороны, конечно, хорошо, когда нет шума, перегруза и прочего, но есть и обратная сторона монеты. Когда запись очищается от дефектов, то вместе с ними неизбежно выметается и часть полезного сигнала. Запись становится бедной, замыленной. Вот именно поэтому и желательно издавать альбомы именно с оригинальных источников фонограмм, которые опять же должны правильно храниться. Потому что магнитная лента имеет свойство сыпаться. Ничего не хочу сказать плохого о Марьяне, светлая ей память. Нужно быть благодарными за то, что мы имели возможность в свое время покупать диски и кассеты хотя бы в таком качестве. Но все-таки по поводу одного момента палку в колеса я все-таки вставлю. Я сейчас говорю о полнейшем безобразии, которое творилось внутри буклетов. Говорю о совершенно неточной зачастую информации, которая там приводилась. Сплошные ошибки. А порой даже откровенное вранье. Например, бас-гитару для записи в МДТ дописали в 1992 году. Ну вот на всех изданиях этого артефакта указано, что басистом был Цой. Для чего это делалось, непонятно. И в подобных вещах, кстати, можно смело упрекнуть и машину Рекордс, которая сейчас пересдает каталог кино. Потому что они, похоже, тупо переписывают информацию с морозовских сидель. Мало того, так у них еще и Цой выступает исключительно как вокалист. Хотя на всех альбомах кино можно услышать его гитару. Кстати, группа кино, на моей памяти, это единственный коллектив, который страдает вот этой вот бедой. Если взять любой другой музыкальный коллектив, открыть любой их альбом, то там будет все расписано. Кто на чем играл, какие были инструменты. Но вот у группы кино вечно вот с этим какая-то проблема. Все везде перепутано, все везде неправильно. Сами музыканты почему-то эту информацию вечно скрывают. Или им как-то вообще наплевать на это. Мне вот этот вот момент непонятен. Хочется сказать музыкантам кино, что вместо того, чтобы вставлять в свои буклеты выдержки из книг главного цоеведа, как он сам себя называет, а книги этого цоеведа на 80% опять же представляют из себя выдержки из книг Житинского, а не лучше бы взять и самим написать хоть кратенькую историю того, как они делали ту или иную запись. И исправить наконец-таки уже те самые ошибки, которые как были в буклетах 96-го года, так они до сих пор присутствуют в буклетах 2020-го. В общем, несерьезные отношения. Да, их стоит, конечно, похвалить за то, что они издают записи самых качественных лент, зачастую с оригиналов. Ну, наверное, все-таки стоит упрекнуть в том, что порой в записи присутствует то, чего не было на исходнике. Как пример могу привести песню «Попробуй спеть вместе со мной» из альбома группа Крови. Непонятно, зачем они обработали этот трек реверберацией. Непонятно, исходя из каких соображений нарушили историческую правду в финале песни вопрос. Я говорю про фейдинг сейчас. Понятно, что последнее слово там, конечно, за музыкантами. Отчасти это хорошо, отчасти это очень плохо. Потому что некоторые мы записи так и не услышим. Потому что музыканты против их обнародования. Как пример, это диско-версия песни группа Крови. Данная композиция была обнаружена еще до издания альбома, но один из музыкантов сказал свое решительное «нет», когда встал вопрос о включении ее в качестве бонусного материала. Единственное, к чему не придраться, это, конечно же, оригинальные обложки. А вот Морозу за это стоит сказать огромное спасибо, конечно же, в кавычках. Ну и, конечно же, стоит упомянуть и о виниловых пластинках кино отечественного производства. Да и не только отечественного, затронем и западное. С магнитных лент издали всего-навсего пять пластинок. Это альбом «Ночь», миньон альбома «Ночь», миньон из альбома «Начальник Камчатки» и альбом «Это не любовь». Все остальные пластинки, такие как «Черный альбом» от русского диска, «Последний герой» от русского диска, «Группа Крови», «Звезда по имени Солнце», а также «Морозовская виниловая коллекция», они тупо записаны с неремастерированных компакт-дисков. А это полнейшее безобразие, ребята, и те, кто в теме, меня поймет. Что же касаемо западных изданий, то там тоже полнейшее безобразие. Но все-таки ситуация там обстояла немножечко получше. Например, такие альбомы, как «Последний герой», изданный во Франции, «Американский винил группы Крови», а также альбом «Неизвестные песни», который вышел в 92-м году на петербургской студии «Грамзаписи», то записывались они следующим образом. Да, само собой, те, кто издавал эти пластинки, они имели на руках оригинальную мастер-ленту. Но запись там производилась следующим образом. Мастер-ленту для чего-то переписывали на цифровую дат-кассету, а уже вот с этой цифровой дат-кассеты потом тиражировали пластинки. С какой целью они это делали, совершенно непонятно. Но качество, поверьте мне, это не прибавляет, а скорее наоборот. С какой целью они занимались подобными вещами, я не знаю. Мне остается только догадываться. На сегодня все, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну а сейчас будет мой очередной новый кавер.